Здравствуйте, друзья! Меня зовут Илья Андреев, и сегодня у нас первое большое интервью Ислама Мамедова, одного из лучших воспитанников Абдулманапа Нурмагомедова. 18 побед, одно поражение, одна ничья. Рекорд у Ислама просто замечательный. Он не проигрывал больше 10 лет. Мамедов рассказал об уличных приключениях в Дагестане, лучших друзьях Хабиба, своих первых шагах в ММА. Ну, а если вам интересно знать, как Нейд Диас дерется за пределами октагона, то посмотреть это видео вы просто обязаны. Поехали! Сезон PFL сдвинули на следующий год. Вы еще планируете выступать в этой лиге? Смотря это от них зависит. Если они предложат мне контракт на хороших условиях, я, наверное, собираюсь продеваться не дальше. А на какой стадии сейчас находятся ваши переговоры с ними, так скажем? Ну, пока переговоры не ведутся, пока все приостановлено. У них на этот год все остановили, они все турниры, все, что было запланировано. Пока переговоров тоже нет. Сейчас, когда все запустится, я думаю, начнутся переговоры уже. Они говорили, что будут платить за зарплату бойцам, ну, то есть, я так понимаю, что вам они ничего не платят, потому что у вас просто кончился контракт. Да. Пока контракта нету, пока ничего не выплачивают, я не знаю. Вы-то сами хотели бы остаться в этой лиге? Или все-таки склоняетесь к переходу в UFC, допустим? Ну, это зависит от того, что предложат. От контракта зависит. Если на хороших условиях, почему бы и нет? На ваш взгляд, в PFL, с точки зрения финансов для бойца, более выгодно выступать, чем в UFC? Я думаю, да, конечно. Потому что для начинающих PFL это более выгодно, чем относительно, если смотрят другие организации. У вас когда-нибудь в карьере была вероятность перехода в UFC? Она всегда есть у меня, просто на данный момент зависит от того, что предложат UFC. До конкретности у вас когда-нибудь, так скажем, доходило, что вот уже был практически подписан контракт с UFC, допустим? Нет, не было такого. Ислам, у вас очень крутой рекорд, но при этом известно о вас не так много. Расскажите вообще, с чего начался ваш путь в единоборствах? Тяжело вспомнить, это было давно. Ну, давайте попробуем. Это профессиональный... Ну, когда я начал... Или по любителям? По любителям. По любителям у меня началось, так сказать, с чемпионата... Открытого чемпионата Дагестана по боевому самбо начинал. Там выступал. По любителям я очень много выступал. По боевому самбо, по панкратиону, по кулдову выступал, где только не выступал. По спортивному самбо выступал. Очень много тоже проигрывал в первое время. Но ваша база, это боевое самбо именно? Да, боевое самбо. Вы сами из Дербента, а боевым самбо вы начали заниматься у Абдулманапа Нурмамедова в Махачкале. Я с Махачкалы и занимался тоже. Я здесь Махачкале начинал, потом там клубы открыли. Там тренировались мы года 3-4. И потом этот клуб закрылся и переехали сюда. А почему тогда в Википедии указано на Шердоде, что вы из Дербента родом? Я тренировался, там выступал за клуб чемпиона Дербента. То есть вы родились в Махачкале? Да, родился я в Махачкале, да. Как вы пришли в школу Абдулманапу? Ну, я жил по соседству с Хабибом. И там было много общих знакомых, друзей. Мои друзья ходили к нему. И вот так каким-то образом я попал. И тогда меня друг позвал. Я тоже просил у него, настаивал, чтобы он меня записал. И мы записались. Вам сколько лет назад было? Мне лет 17-18, наверное. А почему так поздно пришли? Или до этого единоборствами, в принципе, тоже занимались? Ну, как все дагестанцы, я тоже занимался борьбой. Не так профессионально, как когда перешел уже на боевой самбо. Мы недавно беседовали с Тагиром Уланбековым. Он вспомнил забавную историю со своей первой тренировки, как он пришел с длинными волосами. А Абдулманап Магомедович взял его за эти длинные волосы и вывел из строя и приказал подстричься. А как прошла ваша первая тренировка у Абдулманапа? Ну, я эти моменты все изучил. Я уже знал, я подстриженный пришел, уже готовый. Что, как все изучил, уже подготовленный пришел. Нормально прошел. Первая тренировка. Я помню, мы тренировались в зале Сан-Марино. Я когда пришел первый раз, там общая, групповая, обычная тренировка была. Зал Сан-Марино, это он так называется? Да, институт Сан-Марино был там, короче, назывался. И там в спортзале у них тренировки проходили у нас. В чем отличие тренировок Абдулманапа, Абдулманапа, Нурмагомедова? То есть, чем он, на ваш взгляд, выделяется, чем отличается от других тренеров? А от других тренеров, он, как сказать, он акцент ставит в основном на борьбу. Больше борьбы у нас бывает. 90% тренеров проходит с борьбой. Вас он когда-нибудь как-нибудь наказывал? Ну, и потому что, насколько я знаю, что дисциплина для него это превыше всего. Наверное, не бывает людей, у которых нет вообще никаких проблем с дисциплиной. Наверное, это невозможно. Ну, так сказать, относительно других, я думаю, я более дисциплинированный. Но наказывал так-то, не наказывал. Но, я как знаю, он перед кем-то никого не хвалит. Если этого человека не бывает, он может похвалить. А перед тобой он не хвалит. Но это хорошее качество, я бы сказал. Самая жесткая тренировка под руководством Абдулманапы на вашей памяти? Это, я бы сказал, это тренировки в Гажарах. Когда в день три тренировки бывали у нас. Вот тогда бывает. А как это все выглядело, расскажите. Утром 6-7 часов подъем был со свистком. А там в горах очень холодно бывает в это время. Встаешь, идешь, умываешься, одеваешься. Спускаешься там минут 15-20. Не спускаешься и потом бегаешь по горам. Приходишь и дальше там отработки бывали. Потом качка. Идешь, завтракаешь, отдыхаешь чуть-чуть. И в 11 еще одна гора. И там групповая качка бывает у нас. Качаемся, спускаемся. И тоже отработки. И обед. И потом вечерняя тренировка. Вечерняя тренировка тоже там. Бывали на ковре, бывали спарринги, борьба тоже. Кто самый выносливый из команды Абдул Манапа? Как по бегу выносливый или на спаррингах? Давайте начнем с бега, а потом кто на спаррингах? По бегу там много кто есть хорошо, кто бегает. На спаррингах, я думаю, Хабиб самый выносливый. А на втором месте кто после Хабиба? После Хабиба Ислам. По бегу все-таки давайте уточним, кто именно у вас выигрывал все эти забеги. Умар хорошо бегает. Хагир Уланбеков хорошо бегает. На длинные дистанции. То есть все те, кто поменьше в габаритах, так скажем. Да. Мухачи, можно сказать так. Какие у вас были первые впечатления от встречи с Хабибом? И когда она состоялась? То есть когда точно вы с ним познакомились? Я-то с ним был знаком давно. Мы жили по соседству, можно сказать. Я там даже метров пятьсот друг от друга где-то. Пятьсот, семьсот метров. Чего Хабиба он никогда не скрывал, так это своих уличных приключений. То есть и в автобиографии он про это много написал, и в интервью. Он об этом тоже периодически рассказывал. Вот вы когда-нибудь вместе с ним попадали в какие-то уличные передряды? Да, было. Часто было. Расскажите какую-нибудь интересную историю, которую можно рассказать. Вспомнить надо просто. Давайте попробуем. Это всем было бы интересно, думаю. Это было, по-моему, один раз мы зашли в супермаркет, и там с охранниками, что-то охранники начали там, я не знаю, приставать. Нас четверо было, их тоже, по-моему, четверо. И там, короче, началось потом, мы их начали, когда чуть избивать, они начали убегать обратно туда. А мы вышли просто на улицу, и там драка началась слово за слово, и оттуда драка началась, и потом они начали убегать, прятаться там. То есть вы выиграли? Да. А кто был вместе с вами? То есть вы, Хабиб, кто еще? Ну, там Азамат Гашимов был, еще наши друзья были. А, Абу Бакра не было? Нет, нет. Надо же, как. Он же ведь обычно, во всяком случае, если верить всему тому, что Хабиб написал в авториографии, он как раз-таки был сам. Абу Бакр толпой не ходил, он один ходил на толпу драться. А вот про это расскажите, как это было? Он никогда нас не звал, он сам ходил, если даже против толпы. Ну вот, что это было? Это было прям интересно. Один против толпы — это что-то новенькое. Да, но он всегда вот такой, своеобразный. Я посмотрел, у вас очень много совместных фоток, то есть, и вообще, в целом, ваша карьера с Абу Бакром, она развивалась, можно сказать, что параллельно, потому что вы выступали в Афсов, он тоже выступал в Афсов, ну, то есть вы как-то рядом были достаточно часто. Расскажите про него, он действительно настолько безбашенный парень, как о нем говорят. Ну, а безбашенный, как я скажу, он очень веселый парень. Он может, где компании, где там серьезные все такие, он может развеселить всех, и там будут все смеяться. Ну, как сказать, веселый друг компании. Кто у Хабиба, кстати, самый лучший друг в зале? Самый лучший? Да. Биджи. Это кто? А кто это, расскажите? Ну, он их тренировал еще раньше. Так. Это молодое, молодое, наш подрастающее поколение. Это два его ученика, они просто веселые такие ребята. Ага. Оба. И они, когда маленькие, пришли, когда еще давно, еще Хабиб тренировал. Он их, как сказать, сам тренировал их и любит их очень тоже. А сколько лет Арабу и Биджи? 23-25. Они оба по профессионалам берутся, выступают. А как зовут этих ребят, если без прозвищ? Шамиль Магомедов и Мухаммад Аль-Абдулла. Ваш первый бой в ММА на маленьком турнире в Дагестане прошел в 2009 году. Что получили за победу тогда? За победу тогда, я думаю, там маленькая, 5-10 тысяч рублей. Это было. Для вас это были тогда большие деньги? Тогда это были очень большие деньги, можно сказать. Ваш второй бой, это с Александром Сарнавским. Вы тогда проиграли, это ваше единственное поражение в рекорде. Вас удивило, или, так скажем, удивляет, что Сарнавский, который тогда считался очень большим талантом, не раскрылся полностью? Удивительно, что одной ударной техникой далеко не пойдет. У них основной акцент на ударную технику. Они просто не развивались, я думаю, в других аспектах. Я не удивлен. Посмотрите, в ней же школу другой. Гарри Школа тоже. Он тоже все бои, которые проигрывает, он проигрывает. Кто борется с ним, он им проигрывает. Также и Сарнавский, кто с ним борется. А ударники, они хорошие, что они развиваются и качественные силы. А до дебюта в «Овсов» у Вас был перерыв в карьере почти в полтора года. Что тогда с Вами произошло, почему так долго не выступали? Да. У меня много перерывов было. Ну, когда тяжело было без контрактов, бои организовать. Все хотели, чтобы с ними, например, заключали контракты, любая организация. Я не хотел долгосрочные контракты с кем-то заключать без этого. И мне там сказали, чтобы я не делал. И по одному бою там тут делать тяжело было. Никто не соглашался на это. У меня еще перерывы были, когда я крестообразные связки порвал. Тоже почти два года у меня перерыв был. То есть это когда Вы пропустили полностью 2016 год? Да. В 2015 году я когда дрался, тоже в «Софе» гран-при было. Ну, там за один вечер восемь, восьмерка была, гран-при восьмерка. За один вечер я там в первом бою крестообразные связки порвал. А почему так долго, кстати, восстанавливались? Обычно же где-то полгода на это нужно. У вас больше получилось? Полгода я прошел, полгода реабилитации, все прошло. Потом поехал в Америку, готовился. Мне назначили бой, я готовился. И на спаррингах, я помню, с Махачевым и Славом я зашел в клетку, мы там делали. И я подвернул другое колено, травмировал. Я помню, тоже отменили бой. Я не мог двигаться, ходить. У меня нога опухла, другое колено уже. Но ничего серьезного такого не было. Просто ушиб был. Ну, в общем, там не было такого, как, знаете, у Хабиба однажды, когда он задумался над тем, не стоит ли ему вообще завершить карьеру. Ну, помните, там после травмы спины, по-моему, очередной, что-то в этом роде. Да, на протяжении всей карьеры я был рядом с Хабибом. Я был, когда у него было первое, крестообразное, когда он порвал. Потом второй раз, он когда операцию все взял, реабилитат пошел, мы в Америку обратно поехали. И он на спаррингах, я помню, он с кем? Джейк Шилдсом, по-моему, спарринги делал. И он там обратно у него, это же колено, травмировалось. А как это, кстати, все выглядело? То есть, был спарринг, он упал или как-то? Нет, не упал, они даже в стойке двигались, и он у него что-то, она заблокировалась. Колено, он остановился, он сказал, стоп, там остановилось. И потом, короче, оттуда его забрали, потом поехали ему снимок делать, там, проверить. У него был назначен бой с ковбоем, если я не ошибаюсь. А когда вы впервые переступили порог зала Ай-Кей? Это был 15-й год. По-моему, это был 15-й год, если не могу сказать, да. 14-й, 15-й год. И какие у вас были первые впечатления от занятий там? Ну, там отличаются тренировки, я думаю, чем у нас. Чуть другой подход у нас к тренировкам, более профессиональной. В чем это выражается, этот профессионализм? Вот, к примеру, у нас как в зале общая тренировка, все проходят. Ну, это тогда было у нас. Все вместе тренируются, все. А у них приехали там, кто готовится, кому бои уже назначены. Они у них отдельно, их забирают, ну, назначают в клетки. И ты, например, заходишь первый, ты второй. И им подбирают подходящих соперников, там, подходящих соперников подбирают. И в клетке бывает более приближенных к бою. Там бывают судьи, бывают угловые, бывает. Иногда смотрят, как зрители смотрят, там, бывают сверху сидят. Такой подход у них, более такой профессиональный подход, я бы сказал. Там есть в зале ребята, которые очень жестко работают в спаррингах. То есть, допустим, в American Top Team таким был Гектор Аламбард, и с ним даже никто не хотел спарринговаться из-за этого. Бывает, там многие приходят, уходят. Так бывает, иногда такие. Ну, чтобы такого, как Гектор, ну, чтобы, там, с ним не хотят спарринги делать такого. Бывают травматологи, как их называемые, травматологи, которые могут травму нанести и что-нибудь такое сделать. С ними не хотят спарринги делать. А так, чтобы кого-то там жестко такого я не слышал. Есть люди, которые могут тебе травму сделать, и ты их только опасаешься. А кто это в Айкее, что это за люди? Это не только в Айкее, это в любом зале могут быть такие. Не, ну, это безусловно. Ну, вот, просто интересно было бы узнать. Кого можно в Айкее отнести к данной категории? Не знаю, так не могу вспомнить по именам. А вы за это время, вы хотя бы один сбор Хабиба пропустили в Америке, кстати говоря, вот, безо всех его подготовок к боям? Потому что мне кажется, что вы все время ездите. Да, я когда был травмирован после операции, когда я лежал, когда реабилитацию проходил, я, по-моему, одни сборы я пропустил, там, один тренировочный лагерь пропустил. Можете сказать, что вы основной спарринг-партнер Хабиба, а наряду с Исламом Махачевым? Основной? Ну, мы все спаррингуемся друг с другом. Так, чтобы основной, так сказать, нет такого. В основном, там, если, например, на Левшу, если Левшой у него бой, Ислам бывает, у него основной спарринг-партнер. А я, наверное, спрошу, смотря, кто подходящий к спарринг-партнеру, например, от соперника его зависит, на кого он готовится. Назовите одно, но главное качество Хабиба, благодаря которому его никто не может победить. Прессинг. Ислам Махачев, на ваш взгляд, догоняет Хабиба? Конечно. В чем это выражается, расскажите? Как вы это ощущаете? Он растет. Каждым боем растет он. Все больше и больше увереннее становится, лучше становится, ударной техники, борьбе. Это ощущаю на тренировках даже это ощущается. Если бы он прямо сейчас подрался бы с Макгрегором, то чем бы все бы закончилось? Ваш точный прогноз, раунд и, так скажем, метод? Второй, третий раунд, да, срочно. Я думаю, или задушил бы его. Он, я думаю, в конце второго раунда, в начале третьего раунда задушил бы у него. Гэджи для Хабиба опасный соперник? Ну, там уже у них не опасных нету. Один удар все может решить. У них все соперники в топах опасные. Ну, я тогда перефразирую. Он более опасный, чем Фергюсон? Я думаю, Фергюсон переоцененный. Объясните, почему вы так считаете? Ну, посмотрите его, остальные бои. С Ванатой, там, один раунд, вот первый раунд, который с Кевином Легом. После того, Кевином Легом, правда сказать, устал. Но этот первый раунд, что он с ними сделал? Другие его бои, его все бьют. Вот, Петис, они, он с ними почти на равных там берет, чтобы он на голову выше кого-то был. Он их берет там, выносит. То есть, я думаю, он невыносливее Хабиба. Кого еще из известных бойцов вы считаете переоцененным? Может быть, даже из бойцов прошлого. Переоцененный? Петис, я думаю, тоже переоцененный боец. Когда у него был пояс, все там говорили, он там. Он тоже одной ударной техникой, там, долго не держится. А Нэй Диас? Нэй Диас? Нэй Диас от меня хапнул. Расскажите, как это было? Ну, это там, когда массовая драка получилась, и там, он там с кем-то за... Я вижу, он убегает за эту барную стойку, или как там было. Казино, казино там был, он там за барную стойку куда-то убегал. Я вижу, он голову нагнул, убегает, и я ему ногой еще добавил. Такой момент, я помню, там, ихная команда, наша команда, но они все убегали там. А куда вы ему попали ногой? По мягкому месту. Он упал? Нет. Он дальше начал убегать. А, понятно. Он убегал, а я его так догнал. Но вы единственный, кто смог его догнать и отвесить какой-либо удар? Или он от кого-то хапнул еще? Нет, он там... Я не помню. Я-то не видел просто этот... Он-то, да, ему Хабиб даже попал один раз. Я помню, там что-то стояли. Он от Хабиба убегал. Хабиб его ударил, что он от Хабиба вот так убегал, и я рядом с ним оказался. Как вообще вся-то заварушка возникла? С чего она началась? Как она развивалась? Что все перешло, так скажем, в казино из зала? Там у нас еще есть фотка. Я делал это селфи-фотку. Я могу ее отправить. У меня оригинал есть. Давайте, давайте. Я эту фотку сделал, и он там хотел палец показать, он на этой фотке, но уже почти показывал. Он сам подошел там, что-то, что-то, короче, слово за слово там, что-что, и оттуда началось, короче, там, друг друга толкнули, Хабиб его ударил там, что-то, и потом его, это, не дали там нормально подраться, убрали, и потом его старший брат, вот, Ник Диаз, оттуда вот что-то с другом спускался, ну, там, пиво, что ли, в руках было там, что-то, что-то. Он говорит, и что, и что теперь? Оттуда, и они вот так обошли круг, короче, Хабиб, а, и его друг, который с Ник Диазом был там, что-то, что-то подошел с Хабибом стоять, и Хабиб ему там, что-что, и Хабиб его ударил, тот упал, короче, назад, и потом что-то его брат начал там, пивом кидаться, что-то, что-то, и нас там не пускали, там, я помню, Рейсефо там, президент этого, ПФЛ, он там убрал, не пускал драться там, и потом что-то, они говорят, мы вас там ждем, мы сейчас подойдем туда, короче, ну, это прямо в зале драка началась, когда бои проходили, я помню, я дрался там, Абубакр дрался в этом турнире, и потом вышли, там уже продолжение было. Сколько, насколько, кстати, было? Сколько было вас, и сколько было их? Нас тоже, человек, десять было, их тоже, человек десять, двенадцать, наверное, было, может, их побольше было, я помню, но у них не все дрались, кто-то там разнимал, я помню, их не. И полиция же потом приехала на место? Да, полиция, ну, охрана, охрана была там, не полиция, даже охрана этого казино была. Иоседа, и Мирогаева куда-то, да, они не за драку, за то, что он там, рекламный щит был такой, железный, он его взял, там, бросил, я помню, он найден, на нет, я забросил, и там что-то за это там, охрана, но они предупреждали нас, если вы там будете драться, мы вас там, скрутим, и потом, они там не трогали, потом Иосед взял, этот рекламный щит кинул, такое, там еще на видео видно, они его сразу взяли, этот, наручники одели на него. А Нэй Диас от рекламного щита увернулся? Да, он чуть-чуть промахнулся. А когда была история после UFC 229, я просто вас там в Рингсайде, по-моему, не видел, может быть, я плохо смотрел. Я находился наверху вообще, там, это, как его, далеко, там, можно сказать, мы когда вниз хотели спуститься, нас охрана не пустила туда, там, очень много этих было, полицейских много было, там, нас не пустили туда вниз. с какими эмоциями все это смотрели? Такие эмоции, я думаю, таких эмоций у меня больше не было. Ну, что, опишите, опишите. радостный был я очень, то, что он именно его выиграл, как никогда. Та история, которая была в Вегасе после турниров в Софене и с братьями Диасами, это ваша, так скажем, единственная потасовка в Америке или что-то еще бывало? Да, единственная. Вакар, Нурмагомедов, он как-то сказал, что, мол, какие же эти Диасы гангстеры, то есть, это все ерунда, что на самом деле у нас в Дагестане все гораздо более жестко, потому что высокая, так скажем, конкуренция на улицах, ну, потому что все спортсмены, все вот эти вот слова американцев про их уличные драки, это все ерунда. А вы с ним согласны? Конечно, если они гангстеры не были бы, у нас если так убегает, если во время драктаг у нас если убегали бы, то у нас его сразу определили бы. Что ж, на этом все. Благодарим за просмотр. Оставляйте комментарии. Если видео понравилось, ставьте лайк. А чтобы не пропустить новые интервью с лучшими российскими бойцами, подписывайтесь на ушатайку. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова